Здравствуйте! Вы смотрите наши новости на телеканале ИТВ. Чем сегодняшний день запомнился моим коллегам? Я расскажу вам прямо сейчас. Оплата в никуда. За что платит народ управляющим компаниям? И как власти намерены бороться с нарушителями прав собственников? К сожалению, дан законодательство зачастую при написании, то есть не учитывая интересов граждан. Действовавший в Крыму по спецзаданию СБУ украинский диверсант Лемешко приговорен к восьми годам колонии общего режима. Нужно было в промежутке между на дороге Судаковым и Новым Светом в Крыму произвести подрывы и электропередачи. Высокие тарифы на услуги ЖКХ и низкое качество работы управляющих компаний. Глава Крыма недоволен работой крымских мупов. Правительство республики готово выступить перед федеральными органами власти с законодательной инициативой, чтобы защитить права собственников, которые регулярно нарушают управляющие компании. Как заставить ЖКХ работать и кого уже удалось оштрафовать? Смотрите в нашем следующем сюжете. Деньги за уборку подъездов, новые лампочки, вывоз мусора и многие другие хозуслуги берут, а свои обязательства не выполняют. Управляющие компании, которых, кстати, в Крыму более сотни, вызывают у собственников квадратных метров бурю возмущений. Жалобы на некачественную работу ЖКХ регулярно приходят в приемную крымского правительства. Но никакие санкции, похоже, не пугают сотрудников мупов. Тем временем в некоторых городах за невыполнение обязательств суммы штрафов достигает миллиона, а то и двух миллионов рублей. В крымском правительстве подозревают, что приезжие из других регионов хитро наживаются на местных жителях. Начальнику одной из управляющих компаний предписали запрет на управленческую деятельность из-за административных нарушений. Но это не помешало ему руководить мупом. Людей уже выдурили давно с этих регионов. Они поняли, что Крым – это черная дыра в этом плане. Ну, что здесь вообще конь не валялся. То есть можно здесь дурить граждан, как хочешь, то есть люди неопытные. И приехали сюда. Ну, я так понимаю, то есть это кошмарик местных жителей. Ну, я по-другому просто сказать не могу. Потому что спросите, кто вообще здесь, хоть один человек, кто доволен вообще здесь, чтобы просто понял руку работы управляющих компаний. На совещании по вопросу деятельности управляющих компаний рабочая группа по вопросам ЖКХ сфокусировалась на низком качестве оказания услуг мупами «Авинтин», «ЖЭК» и «ЖЭК-5». В отношении управляющей компании «Авинтин» вынесено судами решение уже к засканию полтора миллиона рублей. Нас это очень беспокоит, потому что это средства собственников, которые на фоне все ухудшающейся работы… Которые дали и шанс заскать, потому что управляющая компания сейчас на счету ничего нет. Компания только имеет на бумаге. Уставка называется «Орагай-копыта». Ну, я здесь, но они все пойдут в бюджет. Радует только одно, что это пойдет в бюджет Санкт-Перополя. В любом случае, ЖЭК – это предприятие. И будут ошибки. Но нужно это конструктивно, конструктивно это все с этим работать. Понимаете, как? А когда доходит до конструктивных предложений, увы, мы научились хорошо критиковать, мы научились хорошо ругать. Чтобы наладить работу управляющих компаний, необходимо разработать формат жесткого взаимодействия, вплоть до уголовной ответственности, уверен глава. Правительство Крыма готово даже выйти с законодательной инициативой и предложить российскому парламенту механизм работы с жилсервисами, права которых, кстати, законодательно защищены больше, чем права собственников. Вопрос управляющих компаний лично президентом был озвучен как один из самых проблемных на сегодняшний день по стране. К сожалению, законодательство зачастую при написании, то есть не учитывая интересов граждан. То есть абсолютно. Возможно, какие-то участники написали под конкретные, под свои конкретные задачи. В планах крымской власти скоординировать работу правительства и надзорных ведомств так, чтобы в итоге отрицательные отзывы крымчан о работе управляющих компаний сменились положительными. Анастасия Донская, Служба новостей и ТВ. И еще одно соглашение о сотрудничестве, которое поможет в решении проблем повседневной жизни крымчан. Свои подписи в документе поставили глава администрации столицы Игорь Лукашев и председатель Крымского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Лариса Апанасюк. Защита свобод граждан, повышение правовой грамотности жителей Симферополя – главные цели нового документа. Теперь в крымской столице можно бесплатно получить первичную квалифицированную юридическую помощь. Как отметила Лариса Апанасюк, в прошлом году крымчанам было оказано порядка 8 тысяч правовых консультаций. Но именно Симферополь стал первым муниципалитетом, который подписал соглашение о сотрудничестве с региональным отделением общественной организации. Столичные администрации объяснили это тем, что деятельность городских властей социально ориентирована. Лариса Апанасюк не сомневается, соглашение позволит добиться положительных результатов. Инициатива подписания этого соглашения исходила как раз таки от города Симферополя и от начальника департамента правового, потому что он особенно часто сталкивается с решением правовых вопросов для граждан. И если будет такая инициатива других муниципальных образований, мы, конечно, будем подписывать. Сергей Аксенов подписал указ о назначении на должность министра транспорта Крыма, московского чиновника Юрия Овсяникова. Ранее он занимал должность начальника дорожной инспекции российской столицы. Во фронт работ, который поставлен перед Юрием Овсяниковым, входит совместная деятельность по регулированию стоимости авиаперелета в Крым, а также функционирование паромной переправы и других портов республики, так как после запуска моста через Керченский пролив их будет ждать застой. Найти способ возобновить морское сообщение – одна из главных задач новопоставленного чиновника. Однако важнейшим пунктом в списке дел министра будет налаживание работы общественного транспорта в Крыму, как междугороднего, так и муниципального, а именно стабильное расписание, качественное обслуживание населения и чистота транспортных средств. Задач много. Мы ваши помощники здесь на месте. Пожалуйста, я в любое время для вас открыт для общения. И удачи вам. Я считаю, что приоритетом в данной работе будет эта работа с общественным транспортом. Действительно, есть большие, вы перечислили те замечания, которые нам необходимо устранить. Это вопросы и непосредственно с организацией маршрутной сети, с заменой подвижного состава. Есть большая проблема у нас и с безбилетным проездом. Но задачи эти решаемые, и мы предложим все усилия для того, чтобы пассажиры наши ездили в комфортном транспорте, чтобы транспорт этот был доступный и безопасный. Судакский городской суд вынес приговор украинскому диверсанту, который в прошлом году собирался реализовать на полуострове планы СБУ. Геннадий Лемешко обвинен по нескольким статьям Уголовного кодекса и приговорен к восьми годам колонии общего режима. Лемешко. Геннадий Геннадьевич. 92-й. Сказали подрезать электростолб. Вот кадры задержания украинского диверсанта, который до этого момента уже успел повредить деревянную опору воздушной линии связи возле автомобильной дороги Судак-Новый Свет. Диверсант собирался подорвать транспортную и энергетическую инфраструктуры на полуострове. Сотрудники ФСБ вовремя задержали преступника. Это произошло почти год назад. У Лемешко изъяли самодельную взрывчатку из двух тротиловых шашек и зажигательной трубки с механическим воспламенителем, гранату с вкрученным запалом, ручную пилу и фотоаппарат. Прибыв в город Херсон 2 июня, мы встретились с сотрудником условно-безопасности Украины по Херсонской области, которого назвали Андрей, который также, возможно, известен под именем Артур Риманович. Андрей предложил мне вариант работы таков. Нужно было в промежутке между на дороге Судаком и Новым Светом в Крыму произвести подрывы линии электропередач, а также механическое разрушение дороги путем обвала камней. По заданию сотрудника Украинской службы безопасности, Лемешко должен был также поджечь свалку в Рыбачьем и лесной массив недалеко от Алушты. Заказчик показал диверсанту видео того, что нужно было разрушить. За исполнение заказа пообещал 5000 гривен. Мужчина согласился. Российские органы безопасности планы преступников предотвратили. Свою вину Лемешко признал и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. Суд лишил диверсанта свободы на 8 лет. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Анастасия Донская, Служба новостей, ИТВ. В редакцию телеканала ИТВ обратилась жительница поселка Зуя Белогорского района. По словам Надежды Нестеренко, у нее пытаются незаконно одобрать жилье, трехкомнатную квартиру, приобретенную 15 лет назад. В марте текущего года ситуация обострилась. Женщину выставили на улицу. Кто прав, а кто виноват, в проблеме разбирался наш корреспондент. Эта запутанная история началась еще 15 лет назад в 2003. Тема семья Надежды Нестеренко проживала в Симферополе на улице Балаклавская. Вместе с пенсионеркой жилплощадь делили ее дочь, зять и внук. Места для всех не хватало, поэтому люди захотели жить порознь, продать текущую недвижимость, а на вырученные деньги приобрести раздельные апартаменты. Женщине предложили квартиру в поселке Зуя, супруги с ребенком выбрали частный дом. За помощью, как утверждает Нестеренко, обратились к знакомому риэлтору. Квартиру нашли здесь, и то нашла посредник, которая там проживала тоже на Балаклавской. Она предложила свои услуги. Меня же переселила. Перевезла сюда, пообещали оформить. Там квартиру то продала. Как утверждает Надежда Нестеренко, квартиру в поселке купили, но не оформили, поскольку предыдущая хозяйка не была выписана. Женщина подчеркивает, деньги полностью выплатили. Сперва аванс, затем оставшуюся сумму. Квартиру, собственно, купили, потому что хозяйке изначально дали 100 долларов, для того, чтобы меня перевезти. И в конечном итоге потом 1600 долларов, значит, уплатила через... Так как она действовала по доверенностям. Она и дом там, она и квартиру, везде у людей брала по доверенности. По словам Надежды Нестеренко, хозяйка квартиры испытывала проблемы со здоровьем, поэтому оформлением жилплощади занялся риэлтор. Для этого на специалиста была сделана доверенность, как утверждает обратившаяся в нашу редакцию женщина оригинала документов. К тому моменту уже были у нее. Со слов Нестеренко, эти бумаги понадобились риэлтору по недвижимости. Она сказала, что в документах там есть какие-то помарки, и что там написано в сарае, и надо ей забрать эти документы для исправления. Она берет документы, уезжает, на следующий день я приезжаю к ней. Она мне говорит, все, теперь документы мои, квартира моя, я тебе ничего не верну и оформлять не буду. Надежда Нестеренко утверждает, сразу обратилась в правоохранительные органы, однако там помочь не смогли. Объяснили, уголовное дело заводить рано, поскольку никаких действий с документами совершено не было. По словам женщины, так продолжалось несколько лет. Нестеренко подчеркивает, в 2006 году риэлтор оформила квартиру на третье лицо. 22-го, тогда, когда я подала 24-го числа января в суд, 22-го, оформляет на свою родственницу. Ну, эту историю я хорошо знаю, потому что с третьего года мы лично разговаривали с Надеждой Ивановной. Вот она уже в течение 15 лет мучается, бедная, и никак не может довести суть до дела, до конца. Поэтому не знаю, конечно, уж какой, какая ей нужна помощь, чтобы на самом деле, чтобы она осталась уже при своем жилье. Потому что деньги-то ее же были. Ну, попались такие уже нехорошие люди, аферисты. Надежда Нестеренко делится. Месяц назад ее выгнали из квартиры. Сейчас пенсионерка живет у соседей. Люди пытаются помочь по мере возможностей. Личные вещи женщины остались за закрытой дверью. Наш телеканал обратился ко второй стороне конфликта за разъяснением данной ситуации. По просьбе человека его имя и фамилия скрыты. При Украине еще, лет 15 я уже не помню сколько, сын Нестеренко дал задаток за квартиру, которую хотел купить для своей тещи. Перевез туда вещи, пришел на сделку и сказал, извините, ребята, я ее брать не буду. А тещу свою, вот я вам дал задаток за 100 долларов, пусть это за то, что она проживает. Все. Как утверждает вторая сторона, Надежду Нестеренко дважды выселяли из квартиры по решению высших инстанций. Однако она возвращалась обратно. Приезжаем мы в Белогорск, оказывается, никакой дядь не дал ей добро, никто деньги не привез. Она думала, что она сейчас скажет, ой, подпиши, пожалуйста, а я потом тебе, вот сейчас мне еще придет и деньги принесет. Документы отдали нотариусу. Нотариус посмотрел на документы. Сделка не происходит. Нотариус отдает документы мне в руки. Нам предоставили копию решения суда образца 2010 года. В нем сказано, что договор купли-продажи между риэлтором и третьим лицом является законным, а Нестеренко обязана покинуть жилплощадь. Как утверждает гражданка М, ранее Надежда Нестеренко, чтобы доказать свою правоту, ездила за распиской к предыдущей хозяйке жилья. Предыдущая хозяйка квартиры написала расписку, что она же якобы продает Наде квартиру. Так вот это послужило в суде тем, что суд присудил выплатить деньги. И Нестеренко их успешно получила. Они написали, что они полностью выплатили деньги ей. И на тот момент, сколько стоила квартира, столько Нестеренко и получила. По суду, так как она там не являлась вообще ни с кем, никаких денег она никому не давала, сама Нестеренко. А командовала парадом их дочь. И где был указан Миша? Миша их и получил. Ее взять. При этом, как указывает Надежда Нестеренко, у нее на руках есть ответ из Центрального отделения полиции по Симферополю. В нем указано, что в действиях риэлтора усматриваются преступные действия, предусмотренные частью 4 статьи 159 УК РФ. Однако возбудить уголовное дело невозможно, поскольку срок давности за эту категорию преступлений составляет 10 лет и уже истек. Чем закончится эта история, неизвестно. Решение примет уже судья. Очередное заседание запланировано на этот месяц. Телеканал АТВ будет следить за дальнейшим развитием событий. А правоохранительные органы напоминают, вступая в сделки с недвижимостью, будьте внимательными, советуйтесь с профессионалами. Егор Зайцев, Александр, Рыбин, служба новостей, ИТВ. Смотрите во второй части выпуска. Мы продолжаем говорить о самом важном. Они лечат и словом, и делом. Без них не существовало бы здравоохранения. Медсестры отмечают свой профессиональный праздник. На сегодня к нам приходит очень много молодых специалистов. И самое главное их научить. Научить любить больного, научить оказывать помощь. Из нового терминала вылетел юбилейный, миллионный пассажир 2018 года. Своего счастливого рейса мама и 4-летний малыш дождались уже в бизнес-зале. Приятно. Ничего не выигрывали никогда. А тут такое. Во второй половине мая откроется движение по долгожданному Крымскому мосту. В связи с этим Госкомитет дорожного хозяйства республики опубликовал памятку, в которой рассказал о том, что можно и нельзя делать на транспортном переходе. Главный вопрос, который волнует каждого водителя, желающего проехать по мосту – разрешенная скорость. Власти определили ее – это 90 км в час. Кроме того, чтобы следить за спидометром, правила требуют соблюдать между автомобилями такую дистанцию, которая не вызовет аварийной ситуации. Транспортным средствам запрещено останавливаться на мосту, двигаться задним ходом и совершать маневры, которые могут угрожать безопасности других водителей и пассажиров. Исполнение всех правил и наказания нарушителей обеспечат камеры видеонаблюдения, которые установлены по всей длине моста. Оказывать помощь не только на суше, но даже под землей. Сотрудники Крымспаса из Алушты, Симферополя, Бахчисарая и других городов республики провели масштабные учения в вертикальных карстовых пещерах. Узкие лазы, глубокие колодцы и другие препятствия – не помеха для крымских спасателей. Для того, чтобы помощь пострадавшим приходила в любых условиях, сотрудники ведомства улучшили навык работы со спелеологическим снаряжением. Помимо этого, большое внимание уделялось способам ориентирования на местности, безопасному преодолению препятствий, транспортировке пострадавших на поверхность, а также оказанию первой медицинской помощи. Всего в учениях приняло участие 25 человек. В ведомстве подчеркивают, многие крымские пещеры не предназначены для массового посещения. Однако некоторые спелеологи все же отправляются под землю и рискуют жизнью. Спасатели готовы прийти на помощь в любой момент. Технологии, которые отрабатываются при оказании помощи в пещерах, не обязательно будут применяться только в пещерах. Они могут применяться и на открытой местности, то есть и на скалах, и на промышленных объектах. То есть это универсальные технологии. Медицина не была бы способна помогать людям так же качественно и массово, если бы в этой сфере не существовало такой должности, как медсестра. Именно эти люди ведут первичный осмотр пациентов, бумажную работу и проводят различные процедуры. На хрупких плечах этих самоотверженных работников медицины, как говорят врачи, и лежит здравоохранение. О том, как их поздравляли в профессиональный праздник, в День медицинской сестры, далее в сюжете. Сегодня в учреждениях здравоохранения Крыма работает более 17 тысяч медицинских сестер. На их хрупких плечах – больницы, поликлиники, абулатории и даже фельдшерско-акушерские пункты. Эти люди выполняют так много самых разнообразных задач, что определить конкретные непросто. Покинув училище, будущие медсестры полагают, что им предстоит только ухаживать за больным. Но на деле фронт работ куда более обширный. Выбрать точное направление можно, только вступив в должность. Уже там старшие коллеги помогут войти в ритм и научиться всем необходимым навыкам. Сегодня к нам приходит очень много молодых специалистов. И самое главное – их научить. Научить любить больного, научить оказывать помощь, научить именно тонкостям своей профессии. Вот, на сегодня это самое главное. Знать тонкости в работе, не только уметь измерять давление и делать правильно безболезненные инъекции. Нужно понимать, как успокоить пациента, если это необходимо приободрить его, помогать не только лекарствами, но и сердцем, добрым словом. Собственно, поэтому медсестру и называют «ласкова сестричка». Наградой за хорошее отношение служат признание и благодарность пациентов за спасенное здоровье и жизнь. А сегодня, в профессиональный день медсестры, этих героин награждает руководство Минздрава Крыма. Те, кто проработал более 50 лет, получили орден милосердия имени Даши Севастопольской. Его удостоилось 10 человек. Мало сделать отличную операцию, самое главное – выходить больного. 90% успеха лечения лежит на плечах медицинской сестры. От ее квалификации, терпения, милосердия зависит здоровье, а подчас и жизнь больного. Кроме того, сами врачи считают медицинских сестер своими десницами, правыми руками, которые оказывают невероятную поддержку и помощь. Иногда медсестра берет на себя значительную часть бумажной работы, освобождая доктору время для непосредственной работы по лечению. Именно медсестра исполняет все предписания врача по уходу за пациентами. Медицинские сестры работают в каждом из медицинских учреждений. И представляют они, их функционал, он очень обширен. Это действительно правая рука врача. Зачастую это человек, который в силу обстоятельств вынужден принимать самостоятельные решения. Зачастую от их решения зависит жизнь человека. Медсестра – один из главных сотрудников любой больницы или поликлиники, ведь этот человек отвечает за здоровье и расположение духа пациента, работу врачей. Они, к слову, уверены, что если бы не сестричка, то медицина осталась бы, но здравоохранения нет. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. А в Симферополе в новом терминале поздравляли миллионного пассажира. Провожали в полет обладателя юбилейного авиабилета в торжественной обстановке. Отчет вели с начала этого года, и если первый пассажир 2018-го улетел еще из старого аэрокомплекса, то миллионный отправился уже из современного. С того момента, как все рейсы из Крыма и в Крым стали выполняться из нового аэровокзала столицы, прошел всего месяц. Специалисты отмечают возросший пассажиропоток. За регистрацией наблюдала съемочная группа ИТВ. Только минуту назад за стойкой регистрации все было как обычно. И вдруг появляются цветы и подарки. Это значит, самый большой терминал на юге России обслужил миллионного гостя. Им оказался четырехлетний Даня из Москвы. Впервые в Симферопольском аэропорту поздравляют ребенка. Агент по регистрации, он видит по статусу регистрации пассажиров, он видит в системе, какой условно у него на текущий момент обслуживается пассажир. Даниил 21 день назад вместе с мамой прилетел в один из ялтинских санаториев по социальной путевке. От неожиданного сюрприза и пристального внимания прессы мальчик слегка растерялся. В свои руки ситуацию взяла мама. «Приятно. Ничего не выигрывали никогда. А тут такое. Одни цветы чего стоят. Красивый аэропорт. Нереальная стена». «Вернетесь еще?» «Да, прям честно планирую». Для Виктории Бариновой и сына их посадочные талоны стали действительно счастливыми. «Наши пассажиры получили сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта. Им будет предоставлен отдельный комфортный зал с бесплатными напитками, питанием. И также они будут доставлены к борту воздушного судна на отдельном транспорте. Это комфортабельный микроавтобус бизнес-класса». В этом году миллионный пассажир обслужен на 8 дней раньше. Эксперты воздушной гавани не без гордости отметили, что пассажиропоток вырос на 8% в сравнении с прошлогодними показателями. Семизначное число для международного аэропорта Симферополь, конечно, значительное. В обычное время года. А вот в курортный сезон становится привычным делом. Тот же миллион пассажиров, замкнувшийся сегодня, обслуживается лишь за один месяц в летний период. Напомним, пропускная способность нового терминала – 6,5 миллионов пассажиров в год. Старого же всего полтора. При том, что по факту через него проходило свыше 5 миллионов людей. Так что теперь пространство, чтобы чувствовать себя комфортно, должно хватить на всех. Анастасия Сухарева, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. 13 мая военные Черноморского флота отметят юбилей. Большой флотской семье исполняется 235 лет со дня основания. С первых дней флот славится победами в морских битвах, героической обороной Севастополя в период Крымской войны, участием в Первой мировой и Великой Отечественной. В самые сложные для страны времена черноморцы защищали берега полуострова. Россия гордится подвигами моряков. Сегодня флот решает задачи по защите южных морских рубежей и интересов России в юго-западном направлении. Военные черноморцы осваивают новейшее вооружение страны. 13 мая наша большая флотская семья празднует юбилей, в который особые поздравления мы адресуем экипажам кораблей и судов, выполняющих задачи в море, экипажам и расчетам, несущим боевое дежурство. Встречать праздник на боевом посту – это особая честь. Желаю всем нашим ветеранам, военнослужащим и гражданскому персоналу крепкого здоровья, счастья и благополучия, добра и удачи, неиссякаемой энергии, бодрости духа, дальнейших успехов в службе и в труде. Во славу России и ее Черноморского флота. Командующий Черноморским флотом Александр Витков в скором времени покинет свой пост и пойдет на повышение. Однако об этом пока нет официального документа. Это все новости на сегодня. Оставайтесь на телеканале ИТВ. А я прощаюсь. Всего вам доброго.